Гагарин. Кто? Гагарин? Да. Космонав. Космонав. Рашян? Машин, который летит к Космонаву. Космонав. А, первый эстеронав. Да. Я знаю сейчас. Уже несколько дней, как памятник Юрию Гагарину прописался в Лондоне и стал местной достопримечательностью. Аллея Мол, которая соединяет Букингемский дворец и Трафальгарскую площадь, излюблен в туристической тропа. Теперь здесь, напротив памятника британскому первооткрывателю новых земель Джеймсу Куку, стоит Гагарин. Вернее, не стоит, а шагает вокруг земного шара по ленте Мебиуса. Символу бесконечности. Мы ехали на площадь и вот увидели. Приятно. Очень были приятно удивлены. Это очень приятно. Пусть знают, что мы здесь тоже есть. Решение об установке памятника первому космонавту планеты Земля в центре Лондона принято около года назад. Педантичные англичане из более чем двухсот монументов Гагарину выбрали тот, который напротив ремесленного училища в подмосковных Люберцах. Здесь молодой Юра учился на литейщика. Первое предложение о том, чтобы перевести сам памятник в Лондон, конечно, нас насторожил, потому что для люберчан этот памятник очень дорог. Это символ нашего города. Тогда в Роскосмосе решили сделать точную копию. Памятник отсканировали специальной аппаратурой для создания 3D-модели. Сняли гипсовые слепки. Это позволило до миллиметра повторить даже текстуру металла. Транспортировка была нелегкой. Путь не близкий. Сложную, почти полетонную конструкцию продлил в Лондон в специальном контейнере. Памятник был установлен на постаменте из Портлинского камня за два дня до открытия. На торжественную церемонию приехали дочери Юрия Гагарина Елена и главного конструктора Сергея Королева Наталья. Принц Майкл Генский с супругой. Официальные лица. Приветствие президента России зачитал глава Роскосмоса Владимир Поповкин. Убежден, что открытие памятника в Лондоне, который Юрий Гагарин посетил полвека назад, послушку креплению дружбы и сотрудничества между народами России и Великобритании. Космические отношения России и Британии имеют давнюю историю. 20 лет назад на станции Мир побывала первая и единственная астронавт Соединенного Королевства Хелен Шарман. Сегодня Туманный Альбион переживает новый виток интереса к космосу. Британский космонавт прошел отбор в составе новой группы европейских астронавтов. И они в конце прошлого года приезжали к нам на практику, фактически на подготовку в составе общекосмической подготовки вот этих европейских космонавтов. В прошлом году в Англии появилось свое космическое агентство. А памятник первому космонавту планеты Земля в Лондоне – напоминание, кто все же открыл для человечества космос и ориентир на будущее. Мы наметили шесть направлений, где мы можем сотрудничать. Это сотрудничество охватывает направление не только пилотируемой космонавтики, но и использование ГЛОНАССа, и возможность установки станции с слежением за целостностью системы ГЛОНАСС на территории Великобритании. Ну и ряд научных экспериментов, в том числе по привлечению молодежи к экспериментам в космосе. Планируется, что памятник Гагарину простоит в центре Лондона год, затем будет передан в один из музеев. Однако, по словам кузена-королевы принца Майкла Кенского, кстати, внучатого племянника императора России Николая II, монумент так органично вписался в архитектурную композицию города, что вполне может остаться на Алине Мол навсегда. Продолжение следует...